Вы смотрите новости севера Башкирии. Производство электробусов из Нифаза перенесут на другие площадки. Связано такое решение с нехваткой платформы для развития данного направления. На Нифазе планируется увеличить мощности по выпуску дизельных автобусов, а также оставить кузовное производство. Сейчас у КамАЗа два контракта на поставку 200 электробусов стоимостью 33 миллиона рублей каждый. Выпуск этого транспорта необходимо увеличить до 300, а после 2021 года до 800 штук. Для этого КамАЗ сможет создать совместное предприятие с компанией Троллза. Это крупнейший в России производитель троллейбусов. Базируется он в Энгельсе Саратовской области. Нефтекамец планирует поставить мировой рекорд по стоянию на гвоздях. Максим Черных шесть лет занимается йогой. С легкостью ходит по разбитым стеклам, стоит на ножах и опускает пальцы в раскаленный свинец. Говорит, начал заниматься этим от скуки и желания сделать свою жизнь ярче. Летом Максим планирует установить мировой рекорд. Простоять на гвоздях 13 часов. Действующий рекорд составляет 12 часов. Ребята из верхних таташлов приняли участие во всероссийской игре «Защитники вперед». Она прошла в школе номер 2. Восемь команд ждали интересные конкурсы. Тестирование на знания правил дорожного движения, фигурное вождение велосипеда и оказание первой доброчебной помощи. Ориентирование по карте, полоса препятствий и робототехника. Кроме того, ребята побывали на мастер-классе по изготовлению праздничного панно. По итогам соревнований команда «Фантастическая семерка» школы номер 2 заняла первое место. Команда чемпиона школы номер 1 – второе. Команда моряки школы села Старак, Булатова – третье. Дюртюлинский центр занятости проведет горячую линию на тему коррупции. Звонки принимают по телефону 2-22-36. Горячая линия состоится 14 марта с 11 до 12 часов. В Дюртюлях состояло заседание противопаводковой комиссии. На нем утвердили план мероприятий по пропуску весеннего половодия. На центральной площади города прошел смотр сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это 241 человек личного состава и 60 единиц техники. Также прошло обучение старост населенных пунктов и представителей добровольных пожарных команд. В Верхней Иркеево начался конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества «Илиш-арт». Участие могут принять все жители Илишевского района. На конкурс принимаются рисунки и декоративные изделия. Организатор конкурса – администрация района, отдел культуры и музей имени Мусы Гореева. Конкурс проходит до 8 мая. По всем вопросам обращайтесь по телефону 5 29 13. Как повысить мотивацию при обучении английскому языку? Об этом в Верхней Иркеево говорили учителя. В школе номер 4 прошел районный семинар. Участники посетили два открытых урока в седьмом и девятом классе и внеклассное мероприятие Eurovision Song Contest 2019. В практической части учителя приняли участие в мастер-классе активные формы и методы обучения английского языка. Янаульцы отпразднуют присоединение Крыма к России. 16 марта они соберутся на поле Сабантуя. Команда учреждения и предприятия приглашается к участию в лыжной гонке. Для гостей праздника подготовлена концертная программа и угощение. Это мероприятие проходит уже не в первый раз и стало традиционным. Начало праздника в 11.00. 12 марта в Староболтачевском детском саду Рябинушка прошел праздник «Цвети мой край» Башкортостан. Малышей познакомили с символикой и историей образования республики. Дошколята играли в народные игры «Юрта», «Перенеси яйцо», «Бег в мешках». Изюминкой праздника стали танцы «Цветок Курая», «Семь девушек» и «Песня ватан». И дети, и взрослые стали участниками игр. Закончился праздник «Песни о дружбе и чайпитием с национальными блюдами», которые приготовили мамы детей. На сегодня это все новости, а сейчас переходим к прогнозу погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова